христос воскресе дорогие друзья давненько мы с вами уже не виделись и тому были свои причины я конечно иногда снимал и выкладывал такие небольшие видеоролики но понимаю что одних их для полноценного общения недостаточно и бывает просто нужно время от времени собраться силами и записать что-нибудь побольше и погрузиться в тему поглубже фотоаппарат на который я все это время снимал сейчас болеет после своего блистательного падения на асфальт но верю что он все-таки поправится и мы его подлечим он еще долгое время будет нам служить для общего блага и помогать нашему с вами общению а сегодня давайте мы с вами немного поговорим на тему которая постоянно присутствует или даже скажем сквозит в нашем не особо воцерковленном обществе и выражается в самых разнообразных и даже причудливых формах и видах поговорим о суевериях уж сколько их в служении священника не встречается самых разных уже думаю даже не записывать ли народ действительно на выдумку хитер и талантлив потом думаю нет нельзя записывать потом еще труднее будет с этим бороться и не усугубить ли ситуацию и хотя сам понимаю что явление это оно неискоренимо и существовало всегда все-таки разнеснять народу нужно чем в общем-то мы и занимаемся и кто действительно имеет уши тот тот услышит само слово это говорит за себя суеверия суетная пустая неполноценная вера связанная с самообманом это путь такой ложной религиозности подмены смыслов так устроен человек что чем меньше в нем веры истинной глубокой осмысленной тем чаще он выдумывает себе веру удобную примитивную или же слушает таких же как как он сам все что связано с рождением умиранием беременностью просто окружено приметами предостережениями заповедями запретами раньше можно было слушать там всезнающих бабушек готовых рассказать самых невероятных около церковных сказок и преданий о том как надо и как ни в коем случае нельзя теперь же и даже в интернете можете наблюдать сотни просто таких роликов и статей что можно и что нельзя делать на празднике выходя замуж и там такие бывают советы что ни на какую голову как говорится и не натянешь народ читает верит евангелие вот не очень читают она же к нашей совести обращено побуждает смиряться терпеть прощать молиться работать над собой и это ведь реальный труд непрестанное возделывание себя труд которого совершать так не хочется мы ленивы суеверия же все упрощают там посыпьте там поплюйте там пошепчите и будет счастье и деньги будут и жених богатый и каяться не надо да это действительно просто но это и не путь к счастью лень и гордость не дают людям встать на путь богопознание обожжение которые ведь и являются смыслом вообще человеческой жизни для этого мы то и пришли в мир и жизнь нам для этого и дана чтобы мы непрестанно шли по этому пути к отцу небесному меняли себя молились участвовали в богослужении и таинствах несли ответственности и прикладывали для этого определенные усилия вот тогда пожалуй мы будем иметь какое-то даже моральное право просить у бога помощи здоровья сил а иначе для чего нам давать это самое здоровье скажите чтобы мы больше решили и только приумножали себе наказание нет конечно такого здоровья господь нам не даст потому что она может оказаться совсем не полезно об этом тоже стоит подумать и вообще в жизни стоит думать прислушиваться к священному началью не спешить спорить все критиковать и опровергать знаете такая болезнь довольно часто случается у молодых семинаристов которые первый год проучиться начитаются потом думают что они все уже поняли и считают что все в церкви нужно реформировать и переделать спорят отстаивают свою позицию с кем-то даже ссориться а потом проходит время месяцы годы они взрослеют приобретают опыт и понимает что если в угоду каждому желающему и не крепшему в вере человеку менять древние традиции выстраданные переданные нам богоносными отцами подвижниками то ничего хорошего из этого не получится я сейчас говорю не о баснях там около церковных а о святоотеческом вероучении подлинно христианских традициях думаю что вы и сами это прекрасно понимаете и хочу вам сегодня всем как обычно сказать большое спасибо за ваше внимание поддержку за доброе отношение стараюсь не исчезать долго хотя времени свободного скажем так у меня маловато несу послушание занимаюсь документами на строительство храма разными согласованиями оформлениями и тому подобным я человек не очень бумажный поэтому подобная работа занимает просто много сил и внимания но верю что господь не оставит и еще доживем мы до времени когда совершим службу в новом же каменном храме может быть и наши беседы там будем снимать когда-нибудь но на все воля божья прошу ваших молитв и до новых встреч дорогие друзья братья и сестры христос воскресе